Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня поговорим о том, как работает отделение переливания крови Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, Мария! Расскажите о том, в каком режиме сегодня работает отделение и испытываете ли вы нехватку в крови и ее компонентах? Отделение сейчас работает в том же режиме, в котором работала. То есть мы принимаем доноров по графику. Понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 12.00 у нас на Можайском шоссе 55. Еще раз в квартал мы проводим донорский день, в субботу. И об этом мы освещаем на странице сайта я-донор.ру. У нас есть персональная страница, которую веду лично я. Поэтому вся актуальная информация там появляется. Испытываем ли мы нехватку? Довольно сложный на самом деле вопрос, испытываем ли мы ее, потому что вроде бы как бы хватает. То есть если обратиться к цифрам конкретным, то за 2021 год прошедший у нас стало донорами 1323 человека. Перелили мы при этом 660 литров только эритроцит содержащих компонентов. Это довольно-таки много. Но постоянных доноров при этом всего 800 примерно, опять же, мы говорим. А как вы знаете, население Одинцовского городского округа составляет где-то 333 тысячи человек. То есть это всего лишь полпроцента, не полпроцента, пардон, четверть процента от всего населения Одинцовского городского округа. Но при этом радует то, что новые все-таки к нам приходят люди, заинтересовываются вопросом донорства. И их составило в прошлом году около 500 человек. То есть в принципе цифра хорошая. Но тем не менее мы вынуждены все равно обращаться за помощью к нашему областному центру крови, дабы нам помогали с какими-то определенными группами, может быть, если не хватает. То есть буквально на днях была ситуация, когда к нам поступило 4 человека со второй отрицательной группой крови. Сама по себе группа редкая. Вы могли позвонить мне, у меня вторая отрицательная. Я с удовольствием бы сдала кровь. Буду знать. Ну, значит, вы знаете, насколько она редкая. И когда 4 человека поступает, тем более, как мы уже говорили с вами о том, что обычно это не один компонент переливается, а 2-3, то есть какое-то большее количество, то здесь нужно искать, изыскивать. А у нас в запасах чаще всего такого количества нет. Приходится вот в таких конкретных случаях обращаться к центру крови за помощью. Но эта система отлажена, все работает как часы. Да, конечно, конечно, да. Они ездят по всему Подмосковью в том числе. То есть не только к ним люди приходят, но и по всему Подмосковью. У них выездное донорство, кстати сказать, в том числе и в Одинцовский городской округ. И они берут кровь и, собственно... Ну, потом делятся. Потом делятся, да. Если говорить о том, насколько сейчас динамично развивается движение доноров в округе, есть ли положительная динамика? Положительная динамика присутствует. Она, я считаю, что связана с снятием ковидных ограничений в том числе. Но опять же, если мы обратимся к цифрам, то не настолько уж она прям, как хотелось бы, да. Мы в этом году за квартал, за прошедший на 2% больше получили компонентов, нежели в прошлом году. То есть доноров было на 2% больше всего лишь. Как вы считаете, как руководитель, вот в чем причина того, что люди, с одной стороны, вроде бы они приходят, да, охотно идут, но их все равно недостаточно. То есть хотелось бы, чтобы их было больше. И хотелось бы, чтобы они были постоянными донорами. Да. Это была неразовая акция. Все верно, да. Да, все верно. Думаю, что такая ситуация связана, наверное, с небольшой информированностью людей. То есть они не совсем понимают в общей массе то, что это нужно. Это важно, что множество людей в больницах нуждаются в переливаниях компонентов в крови. Ежедневно люди сталкиваются с заболеваниями, со всякими ситуациями, когда им нужны переливания компонентов. Такие, как травмы в том числе, да. В том числе и вирус, который нас, к сожалению, посетил, имеет достаточно большое количество осложнений. Ну и кровотечения, и тромбозы, и все это тоже нуждается в том, чтобы переливать компоненты. То есть сегодня, как никогда, кровь нужна и важна. То есть вот это негромкая фраза, одна капля крови может спасти чью-то жизнь. Да, действительно так и есть. То есть становится больше даже болезней и ситуаций, когда люди нуждаются в компонентах, но доноров при этом больше не становится, к сожалению. Как можно стать донором? Какие требования к донорам? Как подготовиться к донации? Нужно прийти, во-первых, да, в наше отделение. Напоминаем, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 55, отделение переливания крови Одинцовской областной больницы три раза в неделю готово принять всех желающих. А вот в какое время сейчас расскажет руководитель? С 8.30 до 12 часов приходите с паспортом. Это самое главное условие. Что нужно? Нужно подготовиться таким образом, пособлюдать диету накануне, то есть за сутки исключить жареную, соленую, пряную, копченую, жирную пищу, молочные продукты, желательно газировку не употреблять. Исключаем за три дня препараты, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, это обезболивающие, да, общеизвестные, алкоголь. И в день сдачи крови нужно позавтракать любой крупой на воде и попить чай с печеньем, с баранками, что-то вот такого плана. Все. На этом все. Достаточно просто и легко. И главное иметь желание. Как проходит сама процедура? Давайте еще раз расскажем для телезрителей. Болезненная, безболезненная. Насколько это все быстро, оперативно, комфортно для пациентов? Очень многие отмечают то, что эта процедура гораздо менее болезненна, нежели даже укол в палец, да, который делают, когда берут клинический анализ в крови. Длится она всего минут 10. То есть сама именно процедура взятия крови длится минут 10. Возьмут 450 мл крови в мешочек. Все безболезненно, все легко. Если вы имеете соответствующий настрой, то все пройдет предельно гладко. То есть здесь, если мы даже говорим о каких-то нежелательных ситуациях, типа потери сознания, то это в большей степени именно, как мы говорим, психосоматика. То есть если вы боитесь, если вы настроены, ну, несоответствующим образом не имеете вот этого позитива, то есть вероятность, что что-то может чуть-чуть пойти не так. Но все это быстро купируется, очень быстро. Не успеете даже понять, что случилось. У вас прекрасный коллектив. Абсолютно точно. Настоящие профессионалы, которые не только досконально знают свою работу, но еще окружают каждого донора такой теплотой и заботой. Я знаю, что ваши постоянные доноры, в общем-то, за эти годы стали вашими хорошими, добрыми друзьями. Это правда. Доноры приходят не только для того, чтобы сдать кровь, но и чтобы пообщаться. Какие-то, может быть, получить советы, если они этого хотят, конечно же, по образу жизни, по здоровью. То есть я как специалист, я не только трансфузиолог, но и терапевт действующий. Поэтому если есть какие-то вопросы, пожалуйста, небольшую какую-то консультацию можем провести. У нас очень много примеров положительных моментов в этом плане. Например, если мы говорим о, например, лишнем весе, то есть это общеизвестная такая глобальная причина развития всяких сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе каких-либо других заболеваний, эндокринных, например, сахарный диабет. И мы стараемся в том числе бороться с этой проблемой. Каким образом? Просвещаем людей. Как это можно сделать? Как это с практической точки зрения? Сбросить вес при этом сделать это достаточно легко. Есть определенные схемы. То есть мы мотивируем людей на здоровый образ жизни. Есть результаты? Абсолютно точно, да. Вот буквально случай. К нам пришел донор. Первый раз у него был достаточно большой вес. И индекс массы тела был близок к тому, чтобы его уже не допустить до донорства. Да, есть такое ограничение в том числе. Ну и, собственно, ему об этом было извещено. То есть он посмотрел, понял, что да, что-то с этим надо делать. И его это мотивировало на то, чтобы сбросить вес. И на следующий раз, то есть через два с половиной где-то месяца он пришел к нам уже с потерей веса 15 килограмм. Вот это мотивация. Это мотивация. Если вы страдаете лишней массой тела, задумайтесь. Может быть, это хорошая мотивация для того, чтобы сделать доброе дело и озаботиться в том числе о состоянии своего здоровья. Ведь мы говорим о том, что все-таки доноры должны быть, ну, если не абсолютно здоровыми людьми, то очень-очень близки к этой категории. Да, конечно. И мы стараемся все сделать для того, чтобы это осуществить. Потому что все-таки противопоказания тоже к донации есть. Какие? Их достаточно большое количество. То есть это фактически все хронические заболевания, особенно в стадии обострения. Также удаление органов. Очень плохое зрение, минус 6 и дальше. Кстати, прививки туда же можно внести. Но это временное противопоказание. То есть здесь оно по срокам существует. То есть если, например, сделали такую прививку, как АДСМ, это от столбняка, то там 10 дней. Если мы говорим от ковида, то это 30 дней. То есть есть временные, есть и абсолютные противопоказания. Вот абсолютные как раз то, что я сказала. Хронические заболевания, удаление органов, зрение. И временные, вот то, что опять же, да, прививочки. Что там у нас? Прием алкоголя, прием лекарственных препаратов. Татуировки. Четыре месяца после татуировки нельзя сдавать кровь. Что еще? Какие-то перенесенные, ну незначительные заболевания, такие как вирусные инфекции. После них месяц нельзя сдавать. Пневмонии. Если, не дай бог, такое было, то здесь уже полгода. Вот. Ну, если что-то есть, вам обязательно об этом сообщат. Здесь самое главное – иметь желание прийти. А там уже, в общем-то, разберемся по обстоятельствам. Команда профессионалов справится с поставленной задачей. Да, конечно. Естественно, конечно. У вас проверят и гемоглобин, и группу крови, резус-фактор, и все-все-все-все проверят. Соберут анамнез и уже по результатам всего этого скажут, можете вы быть донором или нет. А если не можете, ну то какой срок? Алена, что происходит после донации с кровью и ее компонентами? Цельную кровь не хранят. Ее сразу же разделяют на компоненты. В нашем отделении мы разделяем на эритроцит, содержащие компоненты, и на плазму. Плазма замораживается и хранится в холодильнике, в морозильнике в течение 4 месяцев. И ждет того момента, когда донор придет снова. Если он приходит постоянно, то через 4 месяца она автоматически, скажем так, проходит период карантинизации и выпускается в лечебную сеть. Если человек не приходит, не приходит в течение 3 лет, то эту плазму уничтожают. Поэтому очень важно, да, приходить с периодичностью. Как я говорю, хотя бы, вот если вы даже не обладаете каким-то временем, да, может быть, на работе очень много дел, хотя бы найдите раз в полгода. Ну, конечно, в идеале прийти в качестве донора, естественно, да. Потому что потребность у нас, как я уже озвучила, она очень большая. То есть, 660 литров перелита только эритроцит содержащих компонентов. Плазмы, если мы про плазму, да, говорим, то около 500 литров перелита в год. То есть, это большие довольно-таки цифры. То есть, если говорить про эритроциты, это примерно 2000 доз. То есть, это 2000 донаций в год должно быть минимум для того, чтобы у нас был соответствующий хороший запас, да, для всех пациентов. По-хорошему нужно и еще больше. Мы будем к этому стремиться. Алена, как вы считаете, вот часть доноров, которые, к сожалению, выбирают не наше отделение, а едут в Москву, получают там более приятные привилегии, преференции, вот это тоже является, ну, оттяжкой того количества людей, которые могли бы стать вашими донорами? И как-то решается ли эта проблема в Одинцовской областной больнице? Рассматривается ли этот вопрос? Как привлечь и все-таки оставить наших доноров на нашей территории, чтобы они все-таки были мотивированы сдавать именно здесь, а не ехали в Москву? Вы знаете, вопрос, да, он довольно острый. И действительно большой контингент, то есть, большая часть тех доноров, которые могли бы сдавать у нас, они уезжают в Москву, но они уезжают туда за деньгами. Это понятно. Мы, в свою очередь, выплачиваем только компенсации за питание. То есть, если в Москве это так называемая соцподдержка, причем она достаточно таких серьезных сумм, не так давно еще принимали, заготавливали антиковидную плазму, сейчас, к сожалению, актуальной информацией не обладаю на эту тему, то есть, заготавливают ли ее еще. То есть, информация была такая, что уже вроде как бы нет. Но выплачивались серьезные цифры, то есть, 10 тысяч рублей за донацию одну, это что-то такое прям вот очень существенное для того, чтобы не прийти к нам. Естественно, мы это очень так хорошо ощущаем на себе. И все, что мы можем сделать, да, это идейно привлекать. К сожалению, так. То есть, объяснять, говорить людям, то, что да, это необходимо, что вот сейчас, не дай бог, ваши родственники попали в больницу, нуждаются в плановых операциях, да, и вы идете, помогаете им, но это могут быть и другие люди, они тоже нуждаются. И вы, не дай бог, тоже можете оказаться на этом месте. Кто поможет? Ну, эта проблема действительно может коснуться каждого, каждой семьи и каждого дома. Абсолютно точно. И здесь в этом вопросе, конечно же, стоит задуматься наперед. И посмотреть чуть-чуть вдаль. Да, все верно. И, может быть, не гнаться за экономической составляющей, а оставаться на своей территории, помогать своим родным жителям, своему городу, своему округу. Да, потому что они же, в свою очередь, могут побочь и вам в какой-то определенный момент. Конечно, мы этого не хотим, чтобы случилось, да, но тем не менее. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы все верно. Абсолютно точно. В завершении интервью пожелания донорам. Уважаемые доноры, хочу вам сказать огромное спасибо тем, кто приходит к нам, сдает кровь, особенно постоянно, те, кто заинтересован, те, кто помогает. Огромнейшее спасибо вам за ваш вклад в донорство, в помощь людям. А тем, кто еще не стал донорами, могу сказать так. Приходите, потому что жизнь людей зависит от вас. И одна капля крови может спасти чью-то жизнь. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова